здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем цикл передач о том как жить проще и легче сегодня нам снова в этом поможет профессор психотерапевт алексей сергеевич башканов а говорить мы сегодня будем о проблеме публичных выступлений проблеме которая возникает перед многими людьми ну в том числе и перед телеведущими работниками телевидения я вам скажу больше ликита андреевич перед психотерапевтами тоже да то есть любой человек на самом деле сталкивается со страхом публичного выступления первое выступление в детстве да когда вас ставят на стульчик и говорят никитушка прочитай стишочек гостям или мне я был маленький горели алешенька встань на табуреточку и прочитай стишок и вот страх этого публичного выступления мы такие гордые мы такие счастливые да в это время родители пьют закусывают и веселятся а мы им читаем стихи страх страх который потом начинает формироваться более серьезный страх да а что скажут с чем связан основная причина страха выступления это хотим успеха хотим быть успешными да вот и отсюда страх провала что мы что-то скажем не так мы что-то скажем и люди не засмеются а наоборот скажут что-то там он не догоняет да что это вот мы сделаем а люди скажут непрофессионально непрофессионально да и вот этот вот страх осуждения другими людьми он и есть основа страха публичного выступления когда мы сами сказали что в детстве ребенок боится выступать затем ребенок идет в школу и не секрет что во многих классах огромное количество детей боятся отвечать да и многие переходят на письменное задание когда учителя это прекрасно знают когда учителя дают просто задание да ну что ребенок боится девочка или мальчик они боятся в школе отвечать они знают ответ на урок да они все учили но страх того что их засмеют ученики подколят а в каждом классе всегда есть кто-то кто умеет подкалывать кто делает это очень заковыристо да то же самое затем перерастает страх публичное выступление во взрослой жизни когда возникает необходимость выступить когда необходимо сделать доклад когда появляется необходимость выступить с каким-то сообщением да а если вас еще назначают руководителем вам нужно выступать перед своими подчиненными да и вот этот вот страх который там сформировался когда человек стоял на стульчике он потихонечку потихонечку превращается в огромный страх публичного выступления когда человек боится осуждения боится что он что-то не так ляпнет боится что ляпнет не то и это ему потом будет эхом отзываться да и так далее и тому подобное поэтому я предлагаю нам с вами сегодня очень быстро и очень вкратце подготовить любого человека как бы я предложу универсальный способ как быстро подготовиться к публичному выступлению давайте попробуем то есть есть какой-то простой алгоритм да есть да очень простой алгоритм который я сейчас предложу но уважаемые телезрители вы должны понимать что если вы действительно хотите по взрослому что называется подготовиться к публичному выступлению и избавиться навсегда от этого страха приходите к психотерапевта мы вам поможем да а самостоятельно очень сложно но алгоритм я сейчас вам постараюсь предложить достаточно быстро вы нам откроете тайну тайну страшную тайну и так страх выступления мы можем разбить или само выступление мы можем разбить на три части первая часть очень важно это то что огромное количество людей пропускает а именно подготовка к выступлению многим выступающим кажется а подумаешь я эту тему знаю а я легко завтра встану скажу ага и всю ночь человек не спит потому что в голове прокручивает что же завтра скажет утром встает никакой там или никакая и когда приходит время говорит начинает мямлить во рту пересохло говорить не могу провал провал и так первое это подготовка подготовка состоит из следующего сколько бы вам завтра не предстояло выступать одну минуту две минуты три или пятьдесят не важно нужно сесть и прописать ваше выступление первое вы его записали на бумаге второе вы его когда написали вы его должны прочитать и вы поймете что не так вы его должны отредактировать после всей редакции когда все текст уже согласован вы должны его прочитать вслух с секундомером потому что если у вас три минуты если у вас 10 минут независимо от того сколько у вас времени по выступлению вы должны его четко секундомером проверить и вы его читаете вслух и секундомером а сегодня на любом телефоне существует секундомер это не проблема да и вы секундомером засекаете и начинаете читать все уложились в свои положенные предположим 15 минут да замечательно теперь вам нужно чтобы кто-то из ваших родных или близких услышал ваше выступление это обязательно условие я иногда вот у меня был один клиент они с женой с ребенком жили одни в городе у них никого не было родных и близких я говорю читайте своему ребенку вам важна реакция чтобы удержать ребенка вы должны таким образом читать интонацию чтобы ваш ребенок услышал вы увидите реакцию когда будут заинтересованы когда он захочет поиграть игрушками все и для вас будет понятно что в этом месте оно не очень интересно его нужно приукрасить туда нужно ввести что-то анекдот историю какую-то яркую деталь и прочее прочее да то есть третий момент это когда вы читаете кому-то и так вы прочитали кому-то и очень важно интонацию вот интонация она должна быть как лестничка да как вот есть замечательное упражнение когда вы читаете так и 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и 9 и 10 и 11 и 12 и так вот такое упражнение которое позволяет повышать голос опускать голос и когда вы будете вот читать своего выступления вы должны понимать что где-то вы должны поднять интонацию чтобы привлечь внимание а где-то вы должны опустить голос да вот я когда читаю свою лекцию много лет преподавал студентам я всегда все это знали да я читал всегда очень тихо и очень спокойно и вообще не повышая голоса почему потому что я знал что если я начну орать там что это как-то да меня никто не услышит а если буду читать тихо а темы интересные да они все будут сидеть прислушиваться и вот так вот как мыша-то да и так вы подготовили свое выступление письменно да это первая часть теперь вторая часть вы должны понимать что когда вы пойдете перед кем-то выступать есть тоже несколько вариантов первый вариант это вот вы на освещание выступаете да тогда вы встаете и выступаете второй вариант это когда вам предстоит выступать куда-то на трибуне вы идете через зал вы поднимаетесь на трибуну и вам нужно выступать да и так далее то есть таких вариантов огромное количество поэтому очень важно проиграть путь выступления мы называем это да то есть если вам предстоит просто встать за ски за своего стола или вы просто привлекаете к себе внимания и начинаете читать какой-то текст сидя да это все разные вещи вы должны все это проиграть мысленно вот после того как у вас готов текст вы должны три-четыре раза представить себе это выступ как вы выступаете и вы представляете это до тех пор пока вы не Не успокаивайтесь, пока внутри у вас все не успокаивается, пока вы не понимаете, что все, я готов вот к пути. Но очень важный момент, когда, предположим, предстоит выступать перед большой аудиторией, да, и вот вы идете на выступление, вы должны понимать, что 90% всех, кто сидит в зале, это визуалы, они будут за вами следить взглядом от начала вашего выступления и вот пока вы идете по этому большому залу и до конца. Им очень важно вас увидеть, потом вы встанете и они будут на вас смотреть, чтобы у них потом была возможность обсуждать, как вы стояли, в чем вы были одеты, что у вас так, что у вас не так и прочее, да, то есть внешний вид. Вот это очень важно, да, многие люди не отдают внимания своему внешнему виду, да, или небрежная одежда, или одеты как-то в разбой, да, то есть вы даете повод людям вас пообсуждать. Если это ровная деловая одежда, все, поводами для обсуждения вашей одежды нет, да, вы одеты ровно, но никак не обсудить, да, все скажут, ну вот, серо был одет, там, или серо было одета, все, это замечательно, да, очень хорошо. Второй момент, когда вы идете непосредственно на выступление, для того, чтобы у вас идет волнение, да, и вот для того, чтобы перестать волноваться, есть очень хорошее упражнение, сжимаем кулаки. Вот вы идете, руки вниз, никто на ваши кулаки не смотрит, потому что все смотрят на вас. Вот попробуйте сейчас, Никита Дайевич, вниз руки, да, и пожимайте, сильно пожимайте, сильно, быстро, 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 вот пожимайте, вот внизу там, пожимайте, 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 вот внизу. Перестали. Чувствуете, какие горячие руки? Вот вся кровь сейчас пошла вниз в руки, она от головы оттекла к рукам, да, в голове чуть поменьше крови, все у рук. Все, у вас в голове очень спокойно, вы знаете, такое, у-у-у, состояние до головы, у-у-у, спокойствие, я в танке, мне хорошо и спокойно, да. Вот, очень простое упражнение, но очень действенное, когда вы из одного органа кровь перекачиваете в другой в руки, да, очень хорошее упражнение. Вы на трибуне, и вам предстоит выступать. Вот тут третий момент очень важный, непосредственно само выступление. Очень важно, чтобы человек научился улыбаться. Ну, давайте мы с вами сейчас, Никита Андреевич, поучимся улыбаться. Давайте улыбнемся нашим телезрителям. Давайте, вот добрая улыбка. Вот такая улыбка и у вас, и у меня должна быть, когда мы собираемся перед кем-то выступить. Да, такая добрая, спокойная, все располагающая улыбка, да. Вот свое выступление, когда вы встали на трибуне, или когда вы встали из-за стола, или где-то, или сидите, проводите конференцию, неважно. Начинать нужно с улыбки. Очень многие руководители берут на вооружение другое. Они берут вот такое вооружение лица, губу вперед, там что-нибудь такое, челюсть вперед, там что-нибудь такое напряженное, руку вот так поставят, да, или вот так вот две руки поставят, да. То есть это сигнал всем, ну все, сейчас я буду вас любить. Да, поэтому можно и таким образом как бы приложить часть энергии из себя, с выступающего, на тех, кто вас будет слушать. Все зависит от того, перед кем вы будете выступать и кто вас будет слушать, да. Итак, ну, я предлагаю как бы улыбнуться, то есть вы улыбнулись. Затем вы должны поприветствовать добрый день, уважаемые телезрители, или добрый день, там, собравшиеся здесь, да. Все, дальше идет тема. Очень важно преподнести свою тему, и я всегда всем выступающим, даже если это очень какое-то серьезное мероприятие, то в каждом серьезном выступлении должно быть три, ну, до трех шуток. Одна шутка в начале, одна шутка в середине и одна шутка в конце. Тогда это смотрибельно, и тогда это усваивается народом, да, и тогда народ понимает, ага, у человека хорошее чувство юмора, ага, человеку можно доверять, ага. Ага, он или она нам нравится. А если человек не умеет шутить? Вот не умеет, и все. Не, не надо. Не умеет шутить и не надо. Если человек не умеет шутить, не надо себя насиловать, уважаемые телезрители. Тогда залезаем в интернет и находим там какое-нибудь умное выражение, находим какое-нибудь умное чьи-то слова, да, то есть какая-то умная фраза. Тогда три умные фразы «Будьте добры» в своем изложении, в своем выступлении, то есть начать с умной фразы. Я, например, когда экзамены сдавал, я всегда использовал эту методику. У меня мама учительница, она меня научила. Вот ты какую-нибудь умную фразу скажи, а потом скажи, что это автор такой-то. Ни один уважающий себя учитель или кто-то это вот всех высказываний не помнит. Поэтому они скажут «Оу, да!» И так это всегда и прокатывало, да, и все говорили «Оу, да!» Я говорил там «О, как сказал то-то-то, вот то-то-то, все говорили «Оу, да!» Внутри я всегда смеялся, но это всегда прокатывало, да. Вот даже самое здесь. Вы можете на выступлении сказать, что, как, как сказал авторитетный человек, то-то-то, то-то, то-то, да. И вы сразу привлечете к себе внимание. На авторитетного человека вы привлечете к себе внимание. Вы опять начнете говорить какие-то скучные вещи, люди опять начнут засыпать. Вы опять что-то вставили, опять привлекли к себе внимание, да. Все. И, наконец, последняя часть выступления – это финал. Финал – это всегда должно быть достаточно зрелищно, достаточно запоминающаяся, сжатая форма. То есть краткая форма резюме. Итак, как вывод? Ты-ты-ты. Пункт первый, пункт второй, пункт третий. Все. На этом ваше публичное выступление заканчивается. И вы с этого момента начинаете чувствовать свою уверенность и не боитесь выступать. Ну что ж, дорогие друзья, Алексей Сергеевич, на этом будем заканчивать. Надеюсь, что у вас после нашей передачи будет меньше проблем с публичными выступлениями. А мы встретимся в нашем эфире снова и сделаем нашу жизнь легкой и простой. А я напоминаю, что любую проблему можно решить двумя способами – либо с помощью головы, либо с помощью сердца. Всем привет. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова